Всем здарова, народ! С вами я, Пит. Сегодня мы будем прогонять фотки известных видеоблогеров по нейросети MidJourney. Итак, давайте сразу же начнём. И первый, с кого бы я хотел бы начать, это, наверное, Юрий Хованский. Давайте скачаем вот эту фотографию и попробуем сделать из него вначале Гомера Симпсона, да. Напишем стиль Симпсоны плюс Гомер Симпсон. В итоге у нас получается вот такой результат. Я, конечно, надеялся, что цвет у него будет жёлтый, но, видимо, нейросеть делает более реалистичным человека, да. То есть, если говорить просто по очертанию лица, то, в принципе, какие-то очертания схожие есть. Но я, опять же, почему-то думал, что он будет жёлтый. Не знаю почему. Давайте, может быть, теперь попробуем из Хованского сделать Шрека, потому что мне кажется, что в последних роликах Хованский довольно-таки сильно похож уже на Шрека стал. Такой у него голова какая-то круглая прям стала. Ну и в описании напишем тире-тире Q2 V4 AR 2х3. Собственно, что у нас выходит? Ну, вариант такой довольно-таки неплохой. Опять же, я почему-то надеялся, что он будет зелёный, но тут добавили хотя бы одежду какую-то к нему. Ну и, наверное, на четвёртой фотке он чем-то допохож на Шрека. Хотя и на остальных тоже. Давайте в этот раз попробуем написать просто Шрек без вот этих Q2, V4 и так далее. Посмотрим, что из этого выйдет. А также попробую соединить две фотографии. Я вот скачаю вот эту картинку Шрека. Так, вот что у нас получилось, если не писать Q2 и V4. Не знаю, как объяснить то, что поменялось, но на третьей и на первой фотке как будто была попытка его окрасить зелёный цвет. Пишите в комментариях, как вы считаете, похож он здесь на Шрека или нет. Так, а сейчас скачаем вот эту фотку, скачаем URL картинки и соединим вот эти две фотографии. Ну, вот здесь уже, кстати, более-менее как будто бы он больше похож. Если взять, например, его оригинальную картинку, да, ну фотографию, то, ну, такое. Конечно, не совсем. С другой стороны, на четвёртой фотке очертания его бровей похожи, хотя и на остальных тоже что-то реально между Шреком и Хованским. Надеюсь, сам Хованский не обидится, вот, на такое сравнение. Но пишите вы в комментариях, опять же, какая по-вашему версия более правдоподобна. Итак, давайте следующего претендента возьмём, это Дима Масленникова. Попробуем из него сделать призрака. Раз он и любит так постоянно искать привидений, ну, хотя он говорит, что он скептик, как мы знаем. Вот, давайте из Димы теперь сделаем привидения. Ну, вообще, вариант с привидением у нас затормозил немножко. Почему-то нейросеть не стала делать эту картинку. Иногда бывает, что она подлагивает и не делает то, что написал. Вот, поэтому следующее описание Диме Масленникову вот с этой вот фотографии я дал как Ghostbusters, типа охотники за привидениями. И вот такой вариант у нас получился. В принципе, мне нравится вариант, потому что челюсть похожа на него. И, в принципе, и прическа. То есть, вот эти три варианта, первый, третий, четвёртый, довольно-таки похожи на Диму. Так, если отдалённо смотреть. Или первый вариант. Или третий, как считаете. Какой из этих вариантов больше похож? Вот, давайте попробуем ещё раз написать Диму Масленников и дать описание ему. Страшное привидение, призрак и реалистичное привидение, ультрадетализированное 8К. Вау, ничего себе. И вот на это вот нам дали вот такой результат. Посмотрите, реально Дима стал призраком. Сделано прям круто, не знаю. Мне нравится, как выглядит. И на Диму даже чем-то похоже. Жаль только, что опять-таки отдалённый, не полная копия. Но, тем не менее, посмотрите, как прикольно выглядит Дима в роли призрака. Да, тех, кого он ищет постоянно. Так, следующее описание для Димы Масленникова. Это Cartoon Cinematic Lights Q2 V4 AR3. И вот такой вариант нам выдаёт нейросеть. Очень странно, почему в первой картинке Дима в каком-то фонаре, внутри его голова. Тут на стойке его голова. Короче, странно. Не знаю, почему так получилось. Тут он вообще в телеке находится. А тут на объявлении кинотеатра. В прикольном стиле сделано всё. Светокоррекция прикольная. Но, очень странно. Это из-за того, что я написал Cinematic Lights. Типа, киношный свет. Но нейросеть почему-то подумала, что нужно соединить Диму Масленникова с фонарями. Очень странно. Но, всё равно сделано довольно-таки прикольно. Итак, следующий, кого я подумал обработать в нейросети, это Стас Айкак просто. Недавно ему удалили все каналы. Вот. Не знаю, зачем я это сказал. Но, собственно, давайте попробуем с ним что-нибудь сделать. Выбрал я, собственно, фотку вот эту с ним. Загрузил и в описании написал Cartoon 8K Funny V4 AR 2x3. Не знаю, почему на второй картинке он больше похож на Зеленского. Это очень странно, ребят. Посмотрите, реально на второй фотке Стас Айкак просто превратился в Зеленского почему-то. Вот, на остальных фотках... Ну, и на четвёртой тоже. Вообще смесь какая-то Стаса с Зеленским почему-то. Вот такие картинки получились забавные. Ну, а мы поехали дальше. Давайте на этот раз возьмём вот эту фотку и пропишем в описании следующий текст. Так, в этом варианте я прописал Cyberpunk Ultra Detail 8K. И, конечно, результат нам вышел вот такой. Блин, охренеть! Просто посмотрите, как круто получилось. Мало того, что Стас на себя здесь похож, да? Потому что в остальных вариантах как будто бы нейросеть прям какие-то других людей показывают. А здесь он прям максимально, мне кажется, на себя похож. И первая фотка довольно-таки прикольная. Ну, и остальные такие неплохие. Четвёртая не особо мне нравится, потому что он какой-то женоподобный. Вот первая довольно-таки классно выглядит. Вообще, мне очень нравится, как вот это получилось. Так, ну и давайте напоследок ещё одно описание попробуем с этой же фотографией. И я написал Cartoon Cinematic Q2 V4 AR 2х3. И, собственно, вариант, который нам выдали, это вот такой. Блин, и опять посмотрите, насколько Стас прям похож на себя. Ну, как мне лично кажется. Не знаю, может, у него какие-то очертания лица слишком высокоговорящие, да? Или, как сказать, громкие его очертания. Поэтому нейросеть хорошо справляется с его внешностью. Не знаю, на третьей фотке, на первой, второй, как во мне, он прям, ну так, нормально похож. Или мне кажется, ребят? Пишите в комментариях, что вы думаете. Ну, вообще, даже вот какую-то из этих фоток можно было бы использовать где-нибудь в социальных сетях, потому что, ну, хоть внешность немножко искажена, но он довольно похож на себя, и сами фотки довольно-таки красивые. Не знаю, почему он тут рядом с магазином каким-то сидит. Вот. Ну, а сами по себе фотки очень классные, мне нравятся. Итак, давайте возьмем следующего блогера. Это Артема Вольфа. Возьмем вот эту фотографию и пропишем в описании Batman, realistic Batman Ultra Detail 8K. И, собственно, вот такой результат он ему дает. Не знаю, мне кажется, что вот здесь, наоборот, внешность лица не очень похожа. Но то, что он качок, то, что он поднакачанный и в черной футболке, и стоит на темном фоне, это, в принципе, получилось сегодня нейросети сделать. Не знаю. Напишите, как вы думаете, внешность похожа или нет. Вот на третьей фотке, возможно, чем-то похож, да, на него же. Давайте попробуем еще одно описание. Напишем просто Batman Q2 V4AR 2х3. Посмотрим, что изменится. И вот такой результат нам показывает нейросеть. На второй фотке ему какая-то маска недоделанная и уши на четвертой фотке. Но так, в принципе, особо ничем не отличается. Очень нравится то, что он реально тут... Ну, тут видно, что он качок прям, да. И, возможно, даже на Бэтмена чем-то похож. Ну, вот если бы не эта г***я шляпка наверху, да. Ну, почему-то она кажется, как будто бы она какая-то г***я. Вот. Так, в принципе, мне нравится. Третья фотка довольно-таки прикольная. Ну, и четвертая тоже неплохо. Если бы только ушей не было бы. Не могу сказать, что он похож, есть прямо на себя, но как-то отдаленно можно сказать, что схожесть есть. Давайте попробуем еще одно описание. Я напишу Cartoon Cinematic Q2 V4 R2 на 3 и посмотрим, что из этого выйдет. И вот такой результат он вам дает. На четвертом вообще получился какой-то Доктор Хаус. На второй он тут вообще какой-то молоденький, но сама фотка прикольная. А на третьей он качок с какими-то игрушками. Я знаю, он странно довольно выглядит. На первой он как будто вообще раздавил кого-то. Странные картинки, но сами по себе забавные. И нравится тоже, что здесь прям у него руки качковские. Ну, выделено прям это. Я нажал вторую фотку, чтобы нам выдали еще 4 варианта. А дальше давайте возьмем Николая Соболева. Возьмем вот эту вот фотографию. И пропишем, значит, в описании Cartoon Cinematic Q2 V4 R2 на 3. Вот такие 4 варианта нам выдала с Артемом Вольфом. Так, для прикола можно что-то оставить себе. Вот, но не знаю, похож он тут или нет на себя. Так, а теперь посмотрим, что у нас выдало с Николаем Соболевым. Ну, тоже довольно-таки неплохо. Внешность, тоже есть какие-то схожие очертания. Мне нравится. И вообще, сами картинки прикольные. Опять-таки, почему-то на первой картинке он рядом с кинотеатром, у него половина торса в дороге торчит. Вторая и третья еще. Можно как-то объяснить. В четвертой он в космическом скафандре, что ли, или что непонятно. Ну, наверное, потому что у Николая Соболева тоже, в принципе, черты лица довольно-таки сильно выделяются. Поэтому, наверное, нейросеть тоже справляется лучше. Или мне опять кажется, я не знаю. Вот, давайте еще раз попробуем. И в этот раз напишем в описании с этой же фотографией. Только напишем президент ультрадетейл 8К. Мне просто, мне почему-то показалось, что на этой фотке он чем-то похож на политика. Ха! И вот, что нам выдает просто нейросеть, посмотрите. Если представить просто, что Николай Соболев когда-нибудь будет баллотироваться в президенты, то вот как он будет выглядеть в старости. Я так понимаю, что здесь 4 варианта разных президентов. Типа, первый, это, наверное, какой-то корейский президент, да? Второй, не знаю, китайский. Хотя, возможно, это из-за его разреза глаз нейросеть такой выдает. Но вполне вероятно, что, может быть, Николай Соболев реально будет так выглядеть в пожилом возрасте или уже в лет 50-60. И, на самом деле, кто знает, может быть, когда-нибудь реально Николай Соболев будет баллотироваться в президенты или станет политиком. Возможно, так получилось, потому что на этой фотографии Николай Соболев щурится и его глаза реально как будто выглядят немножко по-азиатски. Давайте теперь из Николая Соболева сделаем анимешного парня. Напишем Аниме Мэн Х2В4АР 2х3 и вот такой вариант нам выдает нейросеть Николай Соболев в одемой стиле. Не знаю, вроде похож, а вроде слишком лицо худое, да? Но, как обычно, очертания отдаленно напоминают, в принципе. Не знаю, как вам такой вариант, дорогие зрители. Ну, а мы поехали дальше. Давайте возьмем на этот раз менее популярного блогера Штребуха Короля Помоечек. Вот такую фотку я возьму, потому что, в принципе, у него нормальных фотографий я найти не смог. Ну, где было бы хорошо видно его лицо. Поэтому возьмем первую фотку вот такую и пропишем в описании картун, синематик, фотореалистик. Короче, я скопировал это описание у кого-то и вот, что нам, собственно, выдало. Ну, не знаю, как по мне, только вторая картинка более-менее похожая, потому что он там косит один глаз и на него наглая кепка. На остальных как-то не очень похоже. Следующую фотку я взял вот эту, опять-таки, потому что нормальных я более-менее найти не смог у него и прописал в описании картун Cinematic Lights Q2 V4 AR 2х3. Выдало нам в нейросете четыре прекрасные фотографии. Не знаю, мне нравится, в принципе, как выглядит. Только, опять-таки, здесь он на себя не похож. Ну, потому что может быть фотка не особо качественная, оригинальная, да? Но отдаленно, опять-таки, как обычно, отдаленно, в принципе, нам в Штребуха напоминает. Ну, и следующий кандидат это будет Дмитрий Куплинов. Мой подписчик написал мне в предыдущем ролике, что я забыл прогнать его фотки в нейросети. А так как Куплинов является стримером, я в том ролике забыл это сделать, поэтому небольшой бонус сделаю для этого видео и добавлю Куплинова в этот ролик. Вот, собственно, сообщение моего подписчика. Теперь надо понять, какую бы фотку с ним использовать. В общем, нормальные фотографии я у Куплинова не нашел. Ну, в смысле, нашел, но немножко. Фотографии использовал я вот эту. И описание написал следующее. Cartoon Neon Realtic Cinematic. Посмотрим, что нам выдаст нейросеть с таким описанием. И опять-таки, не знаю, можно ли Куплинова назвать блогером, но стримером его назвать точно можно. Вот такой нам результат выдает нейросеть. Не знаю, почему он на фоне магазина, наверное, потому что я не он написал, он же с микрофоном. Но он тут прям сильно изменен, я не знаю, и, как по мне, не особо похож, наверное, потому что сама фотография не особо качественная. Давайте попробуем, может быть, другую фотку какую-нибудь использовать. Ну, вот эту фоточку попробуем использовать, например. Но, опять-таки, я думаю, что нейросеть нам не выдаст ничего похожего. ну и в описании давайте напишем Cartoon Man High Quality V4 AR 2 на 3. Дальше я использовал вот эту вот фотографию и написал в описании Anime Man. О, нифигасе, там, где я писал Cartoon Man High Quality, получилось, значит, следующие фотки. Вот такие. Не знаю, как по мне, довольно-таки прикольные. Он тут накачанный, правда, такой жесть. В первой, в принципе, похож, наверное, чем-то, да, на себя. Вот, на остальных уже не так сильно похож. Давайте теперь посмотрим, что у нас выходит с аниме. Да, что-то там вырисовывается очень странное. Офигеть просто. Посмотрите на это. Ну, тут он прям вообще на себя не похож. Прям конкретно не похож на себя. Тут его как-то сильно изменили. Вот, но у меня еще одна мысль есть. Давайте попробуем опять с этой же фоткой, но напишем Pixar. Pixar. Добавим еще Man, наверное, потому что в Pixar очень любят делать девочек и соединять их с животными зачем-то. Вот, может, какое-то более подробное описание, типа портрет. Давайте попробуем так сделать. Офигеть, вот это жесть. Так, это я писал Pixar Man портрет, да? Ну, тут уже больше как-то похож, мне кажется, да? Хотя он тут какой-то старый. Кстати, на четвертый вот здесь похож довольно-таки неплохо, да, вот на этой картинке. Тут вообще из него старика сделали почему-то. И тут везде какие-то старики в основном. Но вот на четвертый довольно-таки неплохо. Можем попробовать нажать, конечно, сделать V4, типа, ну, сделать четыре варианта еще и этих. Но, я думаю, так как он все равно это видео не увидит, поэтому можем перейти к следующему претенденту. Давайте попробуем сделать фотку с Ивлеевой. Мне почему-то показалось, что вот эту фотку можно сделать в мультяшном или комиксном стиле. Давайте попробуем вот эту фотку добавить. Напишем cartoon, комикс, наверное, еще. Ну, и все, наверное. Посмотрим, что нам сделает нейросеть с этой фотографией. Поищем пока еще одну фотку. Я думаю, конечно, попробовать вот эту, где они вместе с Луджеем. Давайте найдем, наверное, где она одна все-таки. Либо вот эту, либо какой-нибудь еще. Либо можешь вот такой портрет использовать. Так, ну нейросеть что-нибудь делает. А, да, что-то вон вырисовывается уже. Прикол. Ну, конечно, она на себя не будет похожа здесь, потому что лицо далеко от объектива находится. Так, и вот что у нас вышло. Блин, реально выглядит довольно-таки прикольно. Не знаю. Ну, опять-таки, на четвертой картинке тут вообще к этому уже подобная баба. Жесть. Ну, вот вторая мне нравится, в принципе, как выглядит и первая. Довольно-таки прикольно. Может, не надо было приписывать комикс, конечно, а просто сделать картун. Давайте попробуем еще раз эту фотку, только напишем в этот раз просто картун-синематик, например. О, нифига себе. А вот и картун. Ну, видите, тут внешность прям сильно поменяли. Наверное, потому что рука около лица у Ивлеевой там находится. Что-то она в руках держит. Кактус, надеюсь. но выглядит довольно-таки прикольно. Давайте теперь попробуем с другой фотографией, вот с этой. Тоже напишем картун-синематик. О, ничего себе. Это довольно симпатично выглядит, посмотрите. Но все равно опять на явлению не похоже и почему-то четвертая фотка делает ее мужеподобной прям сильно. Первые две довольно неплохо. Ну, и третья тоже. Но, опять-таки, почему-то на себя не похоже здесь. Не знаю, ребят, с чем это связано. Саня-то, конечно, картинки прикольные, но вообще нет схожести, да, с лицом. Давайте, ладно, другое описание попробуем написать. Так, киберпанк напишем. Реалистик синематик 8К. Что-нибудь такое попробуем. Ну, и, кстати, я забыл, я девушек можно попробовать делать из них супергероев. Но, насколько я помню, супергероев блондинок были вообще какие-то? Типа супервумен из нее сделать, да? Или, да, вот, супервумен блондинка была. Или Харри Квин. получается, да? А, ну и Капитан Марвел. Ну, давайте супервумен попробуем сделать. Блин, опять лицо поменяли. Ха-ха! Ну, на первой на первой какие-то мини схожести есть. Малейшие маленькие мини схожести. Так сказать. Все остальное прикольно, но не похоже вообще на себя. Блин, странно, что я не так делаю? Почему вообще не... Почему вообще другое лицо? Ладно, давайте в последний раз попробуем. Я думаю, может быть, фотку просто какую-то другую надо. Может, вот эту фотку использовать? Шутка! Так, вот эту фотку. И давайте пишем, значит, image prompt фотка супер герл супер вумен, наверное, я не знаю, надо ли это еще писать. Ну, давайте так попробуем. Блин, я вообще подумал, может, с этой фоткой на самом деле реально что-нибудь сделать, попробовать? Написать, типа, алкашиха? Это будет угарно, мне кажется, нет? Ну, тут уже более-менее... Ну, блин, ладно, внешность... Внешность не похожая. Все равно не похожая. Как лично я считаю. Вообще, другую девчонку выдает. Типа, тут прям красивая девочка. Ну, хотя Ивлеева тоже симпатичная. Ну, тут прям она идеальна, как будто бы. Ну, вообще не похожа, согласитесь. Даже отдаленно. Может быть, вот на этой фотке кажется, что отдаленно напоминает. Но с другой стороны вообще не то. Я не знаю, почему так. Не знаю, с чем это связано. Короче, я пытался сделать все, что можно. Ничего не получилось. Так, ну и следующую фотку я использовал фотку Моргенштерна, вот эту вот. В описании написал Cinematic Cartoon High Quality V4AR 2 на 3. И получился вот такой результат довольно угарно. Ха-ха. Не знаю, на второй у меня такие глаза огромные. Тут вообще азиат на четвертой. Типа мафия китайская, да. На третьей более-менее есть какие-то очертания. Но, собственно, вот такой результат выдает. Я не знаю, какой из этих вариантов более похож. На первой он вообще моложе выглядит, как по мне. Прям пацан пацаном. Ну, на третьей вот более-менее, но и то внешность все равно поменяли. В общем, пишите в комментариях, как вам. Блин, вот это мне уже больше нравится. Я не знаю, реально почему-то с Гарри Поттером мне и раститель справляется лучше. И сами по себе картинки прикольные, качественные. И, в принципе, внешность немножко схожа. Да, такая смесь типа Моргенштерна и Гарри Поттера. То есть, если бы Моргенштерн снялся в роли Гарри Поттера, то выглядел бы он примерно так. Мне нравится, как фотки сделаны вообще очень качественные. Но, почему-то, опять-таки, Моргенштерн немножко азиат. Может быть, потому что из-за его усиков типа таких. Я не знаю, с чем это связано. прикольно, согласитесь. Ставьте лайк, если вам нравится, пишите, какой вариант лучше. Ну, а следующую картинку я использую вот эту. И добавлю в описание Киберпанк Реалистик Синематик 8К. Ну, а вот что у нас получилось с Киберпанком. Ну, короче, опять, не опять, а из-за того, что я не написал Мэн, да, не уточнил. На первой фотке сделали из Моргенштерна девушку, на второй как будто бы тоже. Не знаю, ну, странные фотки получили здесь, конечно. Такие себе, как по мне. Ну, если бы Моргенштерн был мужиком, они бабы, шутка. Ладно, я шучу, давайте попробую. Ну, вот из Гарри Поттера вообще круто вышло, как по мне. Давайте еще какую-нибудь последнюю используем. Так, а описание напишем, какое? Давайте напишем просто комикс, например, да? Или давайте все вместе напишем комикс, Гарри Поттер и Киберпанк. Посмотрим, какую смесь он нам выдаст. Блин, я Мэн забыл написать, а? Сейчас по-любому опять девушку сделает. А, я забыл картун сделать, да, с Моргенштерном. Давайте еще фоточку и сделаем картун. Давайте вот такую попробуем. Так, а вот что получилось на комикс Гарри Поттер Киберпанк. Ну, опять немножко какой-то азиат у нас получается Моргенштерн с татухами. В общем, какой-то азиатский чел. Такой вариант, не знаю, что про него сказать можно. Меня не напрягает немножко, что он везде каким-то азиатом получается. Ну, а так, в принципе, неплохо. Давайте посмотрим, что будет с картуном у нас. По эскизу уже видно, что только на четвертом варианте он похож более-менее на себя. Нифига себе, жесть какая. Да вообще нигде особо не похож. Вот такой вариант как бы получается и даже не знаю, что сказать. У меня реально кончаются слова, поэтому, ребят, думаю, на этом можно заканчивать. Пишите в комментариях, кого еще прогнать по нейросети, да, там, писцов, блогеров, стримеров, да, кого угодно пишите. Если этот ролик зайдет, вы напишите что-то в комментариях, я сделаю еще один ролик. Поэтому подписывайтесь на канал. С вами был Пит. Всем пока и до свидули. Субтитры сделал DimaTorzok